Деревенская хата Ой, летела зозувенька По вкрайні Ей, розпустила сині п'юрча По долині Ой, хто-то-то злоте Вір'я позбирає Ей, де ж мило Миленькося Визирає Здорово вас! Что вы затянули Такую жалостну? Голосите, как По покойнику А у вас мурашки по телу забегали Пропади ты пропадом Думаешь, я Как покойная жена твоего отца Что никогда из синяков не вылезала? А мой покойный отец Говаривал Если муж жену не бьет У нее нутро гниет А твой отец неплохим цирюльником был Он и мужикам умел кровь пускать И задаром Что задаром? Да то задаром Это хоть чего-нибудь да стоять Что это стоит? Постыдились бы Хоть тут в этой хате Такой говорить и распевать Но вас совсем Это все равно Что нечистого премладенца поминать Мне к ночи будет сказано Тут ангелы божьи летают Одна хата на все село Где тишь да гладь Совет да любовь А вы такое завели Что сказать противно Не бойтесь тетка Настя Мы своей песней Святых ангелов из хаты не выживем А ты откуда знаешь? Может как раз и выживете Старые люди говорят Не накликай беду Бывает Что в дурной час Скажешь слово Оно тут же исполнится Моя покойная мама Рассказывала Что как-то случилось Типун вам на язык Пошли бы лучше к печке Да посмотрели Не готовы ли вареники А то Микола сейчас из города приедет И всех нас по домам погонит Какой шустрый Не бойся Вареники будут Ты смотри Рукавичка до плите Давайте подружки Допоем нашу песенку Она такая хорошая И такая грустная Что даже плакать хочется Подождите-ка Вот как замуж выйдете Как на своих спинах Все это испытаете Так вам еще и не так Плакать захочется Вот тебе на, тетка Анна А вы откуда знаете Разве сами испытали? Я не о себе говорю А что я испытала Так это только мне И одному Богу Известно Субтитры создавал DimaTorzok В темную ниченьку ночью Ну, будет вам петь Бросайте работу, вареники Ну, вареники Ума, помогай и ты Господи, какая вилка Только бы нашим с дороги не сбиться. Не бойся им не впервые. Не знаю, что-то мне сегодня так страшно. Так чего-то грустно, как будто надо мной большая беда нависла. Это, голубка, вижу. Целый день сама не своя ходишь. Я уж про себя думаю. С чего бы тебе тосковать? Живешь, как у Христа за пазухой. Я? Муж у тебя хороший, тихий, работящий. Чуть ли не молится на тебя. Что из того? А то все о том, что у тебя детей нет. Ничего. Бог милостив. Будут еще. Я не об этом. О чем же? Чего тебе еще надо? Разве что братья с приданым обманули? Плюнь на их приданые. Им эта кривда боком выйдет. Да разве я приданым? И зачем вы моих братьев вспоминаете? Ведь вы же знаете, что они мои самые страшные враги. Знаю, голубка, знаю. Наслышалась я о твоем горьком девичестве. Что о моем девичестве? А что вы о нем знаете? Все знаю. Голубка моя, все. Как тобой братья помыкали. В батрачках держали. К людям не пускали. Наконец, замуж за патрака выдали. Да еще с приданым обманули. О, да не только это. А что еще? Да ты кума, меня не бойся. Говорю тебе, что все знаю. Хотя это не близко. Совсем в другом уезде. А братьев твоих я и в глаза не видала. Откуда ж тогда, знаете? Сорока на хвосте принесла, милая. Нашлись люди, что все рассказали. А кто? Тебе никогда не угадать. Наверное, какую-нибудь мою подружку на ярмарке встретили. А, кумушка, часто ли я на ярмарках бываю? Нет. Сама в мою хату весточка пришла, и не дальше, как вчера. Тут уж я никогда не угадаю, кто бы это мог быть. Так, кума, не притворяйся, что ничего не понимаешь. Ведь мы не дети. Михаила Гурмана знаешь? А? Михаил? Гурмана? Конечно, я... Я знала. Знала. Но его же давно на свете нет. Он в Боснии погиб. Кто тебе это сказал? Как кто? Братья? То-то что, братья? Мне его мама сама письмо показывала. Она... Она плакала. Письмо, наверное, было подложное. Потому что Михаила Гурман... Живеханник. Спасибо вам, тетка Настя. Ивана, тетка Анна. За ужин. Слава тебе, Господи, что нажрался. Убирайся прочь. Не путевый. Не путевый. Ну, нам пора домой. А то улицы заметет и дороги не найдет. Ласточки мои, не бойтесь. Нас тут хлопцев много. Каждый возьмет себе подви на плечи и домой донесет. О, кушастилачи нашлись. Смотрите, надорветесь. Спокойной ночи, девчата. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи. Придем. До свидания. До свидания. Девушки и парни уходят. В хате остаются Анна и Настя. Ай, ну что ты. Перекрестись. Перекрестись, кума. Чего ты так перепугалась? Ясное дело, тебя братья обманули. Значит, на тебе нет никакой вины. Он и сам говорил. Он вовсе не винит тебя. Ох, знала бы ты, как хорошо, как душевно он говорил о тебе. Ох, как душевно. Ну, что ты думаешь, кума. Ты замужем. Надо, значит, забыть обо всем этом. Забыть. Ничего не буду советовать. Скажу лишь одно. Молись Богу. Пусть отведет беду от тебя. Настя уходит. Через некоторое время со двора раздается звон колокольчика. Подъехали сани. В хату входит Микола Задорожный. Вот тебе и заработал. Живи как хочешь. Как жив остался, сам не знаю. Промерз до самых костей. Анна, Анна, надо лошадей напоить. Хотел напоить в купинье, да не вышло. Ладно, ладно. Я... Я воду приготовила. Ну, и заработки нечего сказать. 80 крейцеров за день. А сколько мучаешь себя, скотину. А как платить, да кеми этого жалко. Как начнут отдавать эти смоченные кровью крейцеры, так и корчить прямо начинает. Да пропадите вы все. Жена! Ну, где ты, жена? Ты меня звал? Да, звал. Ты лошадей напоила? А как же? А корм у них есть? Да, не стала ждать, пока ты им дашь. А где ты так задержался? Ой, не спрашивай. Помоги сапоги снять. Кажется, ноги отморозил. Господи, только этого нам еще не доставало. Свет. Свет, Свет. Что это? Ты же в крови. Что, я? Побойся Бога. Что это? Драка какая вышла? Или где-нибудь так? Порезался? Ты успокойся. Да постой, у тебя же вся рубаха в крови. Господи, что с тобой случилось? Микола, что? Это меня, наш достопочтенный старост, так. Он что, бил тебя? Душу этой не гладил. Но он за это мне ответит. Я его... За что же он тебе так? Да ни за что. Вот привязался, пусть нечистый к нему привяжется. Ой, не надо. Не ругайся, Микола. Ах ты, горе-то мое. Ну, давай я тебя обмою. У меня вода где-то теплая была. Давай, давай. Не надо, не смывай. Я завтра как есть в суд пойду. Я на него в суд подам. Еще чего? В суд? Какой суд? А его что? Если он подрядился там дрова возить на соляные копья, так думает, что ему над человеком можно издеваться. Ах ты, Верно, опять дрова продавал. Ну, я вынужден был продать. Надо было чем-то душу подержать. Вот сколько раз я тебе говорила, не делай этого. Лучше потерпи, но не делай. Еще после этого хочешь в суд пойти. Да староста скорее тебя засадит, чем ты его. Ой, то верно. Ты верно говоришь, жена. Я как-то об этом даже и не подумал. Ну, ладно, смывай тогда. Пьюсь от заклад, чтобы ты не только дрова продавал. Ты даже с твоей старости обидное сказал. Ничего не говорил. Он привязался ко мне и говорит, у тебя поленец неполный. Я говорю, ну как неполный? Он говорит, я тебе не заплачу. Я говорю, ну сколько взял в листу, столько и привел. Он говорит, нет, неполный, я тебе не заплачу. Я говорю, да если я продаю, то другие тоже продают. Он привязался ко мне и говорит, кто, 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 да кто. А я не знаю кто, не видел. А наговаривать на людей, ну не могу. Потом я, возьми да и скажи ему, я говорю, вы сами-то пока не стали подрядчиком, воровали. И не успел сказать, он мне как палкой по башке даст. И почему попала палкой, как стал, я уж не помню, кто меня отобрал, Саня посадил. Ой, так я и думала. Ты что-нибудь ляпнул? Старосты не такой человек, чтобы зазря кому-нибудь привязываться. Ну, видишь, у тебя все добрые, все хорошие, только не твой муж. Ну, почему я не говорю, что ты не добрый, не хороший, но дрова не нужно было продавать. Ну, а мёрзнуть и голодать нужно было? Ну, взял бы с собой несколько крейсеров на водку, если так без неё жить не можешь. Мы же с тобой не нищие. Ехать на заработки и деньги с собой брать. Ну, вот ты и заработал, что ты хотел. А где ты так задержался? А нигде. Раз я тебе так не мил, то и нигде. А, если ты будешь со мной так разговаривать, то милей ты мне от этого не станешь. Господи, что это? Стучит кто-то. Может, какое несчастье? Люди добрые, откройте, не дайте живой душе погибнуть. Верно? Верно, кто-то сбился с дороги. Я? Я побегу. Открою, можно? Ну, постой, Анна. А вдруг это злодей какой-то? Да какой же это злодей? Нам всё равно с тобой бояться некого. У нас нечего брать. Нам некого бояться. Анна идёт открывать дверь и через минуту возвращается. За ней входит стражник, весь занесённый снегом. Добрый вечер. Здравствуйте. Простите, что так поздно прихожу в вашу хату непрошенным гостем. Но на дворе такая вьюга, что не приведи бог. Я сбился с дороги, думал, что уже где-нибудь замёрзну в сугробе. Или волкам достанусь. Господи. Да, там на опушке слышно, как они воют. Каждую минуту могли со мной встретиться. Раздевайтесь, подстражник. Ну, в такую вьюгу кто вас отпустит? Да, уж куда идти. Ног под собой не чую. До того промёрз и устал. Слава богу, что из этого снежного ада выбрался. А вы откуда будете-то, подстражник? Да я пешком из города. Аннушка, пешком-то пешком. Я говорю, откуда родом будете? Вот, сдаётся мне лицо ваше знакомое и всё. Ну, так ещё бы. Микола, старый друг. Неужели ты не узнаёшь меня? Михаил Гурман, ты, Аннушка, а ты что, не узнаёшь Михаила-то? Господи, спаси, спаси меня. Сохрани, помилуй, Господи. Анна, хозяйка, что вы вдруг молиться вздумали? И со старым другом не хотите поздороваться? Как поживаете, пан Стражник? Да уж, пока жив буду, не забыть мне этой ночи. Знаете, когда я услышал волчий вой и совсем неподалёку, ну, думаю, конец. И тут меня будто в жар бросило. Потом я увидел огонёк. Сначала-то подумал, это волчьи глаза блестят. А потом смотрю, огонёк-то на одном месте стоит. Ну, тут уже ничего не думал, не размышлял, а как пустился бежать через какие-то плетни, пни, сугробы. Правда, раз десять падал, но, слава богу, кости целы. Ну, и слава богу. Да, слава богу. А скажи, как ты тут оказался-то? Ведь говорили, будь-то ты... Что я? Ну, болтали разные, там, вроде, мол, погиб, помер. А, так ведь это правда, Микол. Правда. Я же покойник. Я мертвец. Я из могилы вышел. Так ты не шути. А ты что, думаешь, что я шучу? Нет, я не шучу. Ну, вот дотронься до меня. Ну, знаешь, зачем я пришел, Микола, к тебе? Ко мне? Да. Зачем? По твою душу. Ну, 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 напугал. Да не бойся, Микол, не бойся. Твоя душа не такая драгоценная, чтобы из-за нее мертвецы из могил вставали. Ну, а как я сюда попал, сейчас расскажу. Вернувшись из солдат, продал хату, землю. Поступил в стражники. И вот третий месяц служу. Сначала был на границе, ловил контрабандистов. А вот недели две, как перевели, к вам в уезд. Ну, так прямо и сказал бы, а то на тебе начал пугать покойника. Вот ты, Михаил, какой ты был озорник, такой и остался. Ну, садись с нами, поужины. Аннушка, дай нам стаканчики. Это ты дело, говоришь, дело. Слава Иисусу, слава Иисусу. Слава Иисусу. А что так поздно ужинать? Ведь уже полночь скоро. Так я, вот как ты, я заблудился в лесу, недавно только вернулся. Откуда? Из города. Я дрова возил на соляные копии. Да еще мне вот, решил поехать на Купинью, короткой дорогой. А там так замело. Ну, чуть лошадей не закубил. Так ты этой ночью на Купинью ехал? Ну, да. И что, мимо Купинской корчмы? Так я там хотел даже лошадей напоить. Ну, какой-то черт оборвал ведро. Ну, я стал случаться к Кочмарю. Никто не отвечает. Я думаю, ну, ты здесь недалеко. Я так поехал. А давно это было? Да часа три назад. А вот как начал плутать в лесу-то. Ну, кажется, ну, полгода еду. Один, одинешник в лесу-то. А ты не помнишь, ехал кто-нибудь за тобой? Так я последний поехал. Они все поехали большой дорогой на Радловичи. А я на Купинью. В Корчме был огонь? Горел. Но ставни были закрыты. Должно быть, Кочмар спал? Да, конечно, конечно. Ну, что же. Спасибо, хозяин, за ужин. Хозяйка, спасибо. На здоровье. Да не за что. А что это лицо такое сцарапанное у тебя? Микол, я что-то не помню, что ты любил драться. Это что? Я драться. Я человек мирный. Это мне так дрова покалечили. Я стал полено брать из полейницы. Как она на меня вся так? Ах, как жив остался, сам не знаю. Да, это дело дрянь. Избавь бог от такого заработка. А много зарабатываешь за день? Да, 80 крейцеров за день. Сколько мучаешь себя, лошадей. Ну, избавь бог от такого заработка. Да, тебя эти полени порядком угостили. Он по всей правой щеке, как грабли проехал. Ну, я тебе говорю, вся поленица на меня как... И как голову не размозила, сам не знаю. Да, и на левой щеке отметины. Так вот, когда на меня все навалилось, я на болезнику упал. Ну, как глаз не выбил, сам не знаю. А ну, что ты выбились таканчики-то? И на лбу шрам, и под глазом фонарь. Признайся, Микола, это не поленье, а? Ну, не дрался я, говорите. Ну, что, я тебе врать буду, да? Ну, 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 я сегодня твой гость, и мне ни в чем признаваться не должен. Одно тебе скажу, не родился ты плутом. Сразу видно, когда ты хочешь соврать. А это тебе никак не удается. Да накажи меня, Бог. Перестань божиться, Микола. Лучше скажи, где мы постелим пану-стражнику. Время позднее, вы оба устали. Пора спать. И то верно, голубка. А я старый дурак заболтался. Я сейчас. Куда ты? Да я солому принесу, ты рядом ему постели, он на соломе, а полужуком прикроется. У меня шинель есть. Да я сама могу за соломой сходить. Да куда тебе? Я быстро, я мигом. Никола берет шапку и выходит. Стражник и Анна остаются вдвоем. Анна, ты даже глянуть на меня не хочешь. Изверги. Негодяи, они все-таки сдержали свое слово. Они зарыли тебя живьем в могилу, но ничего, ничего. Бог не простит им этого. О ком ты? Да о ком же, как не о твоих милых братцах. Знаешь, когда меня взяли в солдаты, один из них в корчме прямо мне сказал, ты, говорит, Михайло, иди в добрый час, а об Анне и не думай. Не будет она твоей, хотя бы нам пришлось ее живьем в могилу зарыть. Я-то, я-то тогда не поверил, рассмеялся ему в глаза. А теперь вижу, поставили на своем. Так ты, ты не сердишься на меня? Ты меня не проклинаешь? Да разве ж я не знаю, что у тебя не было своей воли, что ты-то ни в чем не виновата. Тебя ведь забили, обманули, замучили. Нет, признаюсь тебе, сперва, когда я узнал, что ты вышла замуж за этого дурака, не знаю, я готов был убить тебя, если б ты попалась мне под руку. Целыми днями я бегал по полям, как безумный, я жестоко проклинал тебя, молил Бога, доказать тебя, послать тебе самое страшное несчастье. Михаил, не бойся, не бойся, Бог же, не дитя, чтобы слушать проклятие обезумевшего человека. Он услышал тебя, услышал. Что? Значит, ты не забыла меня? Любишь меня еще, Анна? Молчи, молчи. Что ты говоришь? Я же замужем. У меня же муж есть. Эй, да что такое муж? Сегодня он есть, завтра его может и не быть. Как так? Что ты говоришь? Как так? Ничего. Ничего. Я так. Анна, но если бы его не было... Молчи, не говори. Молчи и про мужа моего не думай. Ничего другое, он хороший человек, слышишь? Ладно, ладно, это мы увидим. Это же мое дело, что я о нем думаю. Михаила, Михаила, ну-ка, ну-ка, что ты думаешь? Скажи мне. Оставь меня в покое, завтра увидишь. Завтра? Завтра, значит, что ты задумал? Да, что-то есть, что-то страшное. Да, я же вижу по твоим глазам. Я почувствовала в твоем голосе, когда расспрашивала его о царапинах. Я знаю тебя, каменное сердце. Ну, я не буду тебя просить, чтобы нас пощадили. Я тебе скажу, что ты двух невинных возьмешь на душу. Не делай этого двух. А вось даст бог, ни одного не возьму. Но скажу тебе только, что твой муж сделал бы очень хорошо, если бы не ездил на заработок сегодня, а сидел дома. Ты зверь. Ты страшный зверь. Тебя бог покарает. Он тебя... Он тебя тяжко покарает. Вот здорово. Встретились два мертвеца. Они при жизни так любили друг друга, что и после смерти забыть не могли, а встретились и не находят ничего лучшего, как ругаться. Анна. Анна, сердце мое, неужели ты так ненавидишь меня? Что ты хочешь от меня? Зачем ты приехал? Богом клянусь, я не хотел. Ты знаешь, уже два месяца я здесь, и я всегда обходил вашу хату. А сегодня, не знаю, бог ли, зла или судьба привела меня к вам. Довольно. Довольно. Муж идет. Довольно. Стражник садится у стола и делает вид, что дремлет. В хату возвращается Никола с охапкой салона. Юга. Не приведи, Господь. Завтра нашу хату по самой крыше заметет. А ты что, Михаил, дремишь, что ли? Да, а что? Да это я думал, вы поговорите, у вас есть что вспомнить. У вас же любовь была. Да, знаешь, всякая дурь в голове человека бродит, пока он молод. А сейчас, как походил в солдатах, послужил в стражниках, тут уж не до любви. Да и твоя жена, прошу прощения, притихла что-то. Видно, крепко в руках ее держишь, Микола. Кто? Я? Да ты что? Она у меня... Вот скучно ей со мной, это верно. Ну, это ваше дело, что мне вмешиваться. Правильно. Муж, жена, одна сатана. Тут этим вмешаться нечего. Ты, Микола, двери запер? Ну, как же. Ну, пора на боковую, да? Если я не проснусь, разбудите меня, как встанете. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Михаила, ты что это, деми, что ли? Да. А что? Нет, и так, ничего. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Утро следующего дня. Микола Задорожный собирается на заработки. Эй, не поеду я сегодня никуда. Пропади он пропадом со своими дровами. Другой бы на моем месте не поеду никуда. Сегодня легче ехать, чем вчера. Смотри, как распогодилось. Да, сегодня распогодилось, а вчера-то как замело. Не поеду никуда. Ну, конечно. Конечно, лучше не ехать. Ох, если бы ты меня вчера послушала, не ездила бы. А что? Не знаю, что-то. Сердце чует беду. И потом мне всю ночь какая-то нечисть сегодня снилась. Будто я кораллы сею в хате. В хате, в дворе, во всем селе. Причем такие крупные, большие, красные. Кораллы? Это к слезам. А еще, а еще как будто на нашу хату собаки лают. Такие, знаешь, злые, ненасытные. Они лезут в окна, в двери так... Собаки? Это к напасти. А еще, а еще как будто меня к венцу собирают. и одевают во все белое. Белая фата, белая блузка, белая юбка, белые черевички. Все-все-все-все-все белое. Это тоже плохо. На все воля Господня. Не лезь поперек батьки в пекло. Я вот не знаю, что с дровами-то делать. Ну, пойди узнай, поедет бабич или нет. И то верно. Если он поедет, то мне неудобно не ехать. Пойду узнаю. Слушай, Анна, а что с тражник? Я даже не видел, как он встал, ушел, рано. Ну, встал утром, ушел, сказал, что служба, и ушел. Я вчера, как увидел, я прям остолбенел. Ну, думаю, мертвец в мундире. А потом посмотрел, так говорит, живой. А ты что, разве не знал, что он живой? Откуда? Мне ведь твои братья рассказывали, что он давно сгнил в Боснии. Бумагу показывали. Ну, я, правда, читать-то не умею, но бумага она была. Значит, тебя точно так же обманули, как и меня. Ну, а зачем им это надо-то? Ну, как зачем? Наследство не хотели давать. Если бы я вышла замуж за Гурмана, ты же знаешь, что это за человек был. Он бы у них прямо вырвал бы из горла. А так воспользовали случаем его на войну. Меня замуж в другое село. Нехитрое дело. Вот я никогда не знался с богатями-то, не знал их шуток. Бедняжка ты моя, голубка. А ты сильно любила Гурмана-то? Ну, что сейчас вспоминать? Любила, не любила, дело прошлое. Пойди, узнай лучше, поедет Бабич или нет. А то я обед приготовила, все остынет. Иди. И то, верно. чего бедняков вспоминать? Дело надо делать. Ну, я быстро сейчас. А ты сильно любила Гурмана. Наверное, сильно. Если до сих пор, как только вспомни, у меня аж всю дрожь охватывает. А может быть, больше боялась? Нет. Нет. Любила. Ой, как любила. А! Ты что там? Ты что? Анна, а где у нас мишки? Я хотел лошадей накормить. Да я уже давно лошадей накормила. Иди, садись, ешь. А то остынет. Сейчас, иду. Ой, что ты меня чем даришь, тем хуже становится. Так сердце и чует беду. Ну, что с тобой? Тебе лица нет. Да это я, это я, наверное, так просто угорела от печи. Может быть, я водички выпью, мне что-то голова кружится. Садись, ешь. Да ты тоже садись, у меня у одного-то кусок горла не идет. Господи, да не выдумывай, ты ну ешь. Ой, не могу чем-то, чем дальше мне, тем хуже становится. Может быть, я пойду узнаю, поедет бабич или нет. И то, верно, сходи, ну, проветриться. Анна набрасывает на голову платок и идет к двери, но останавливается, потому что в хату в это время входят стражник, староста и несколько крестьян. Слава Иисусу. Слава Иисусу Христу. Воистину слава. Садитесь с нами, пообедайте. Обедайте с Богом, пусть Бог вас благословит. А что вас привело к нам? Да есть у нас кое-какие дела к вам. К нам дело какое? Вы вчера сказали пану стражнику, что были ночью в Купинской корчме. Да, но я не в корчме был, а у корчмы я там был. И поздно. Да. И вернулись домой в крови. Да. Что? Я от вас этого не слыхал. Хозяйка это правда? Правда. Я сама кровь смывала. Так, это очень важно, очень важно. А вы же мне сказали, что в лесу поранились. Выходит, вы и в город ехали, и из города возвращались в крови. А то он вам так сказал. Это неправда. В городе он был цел и невредим. Я его сам видел на копьях. Ну, тогда давайте уж говорить всю правду, пан староста. Какую правду? Какую правду? Это вы меня избили. Что? Что ты врешь? Что ты врешь, Микола? Правда, мы с тобой повздорили из-за дров, но бить я тебе и не собирался. Еще кровь не хотел смывать. Хотел на вас в суд подать. На меня в суд. Свидетели у вас есть? Да. Да, у меня свидетели есть. Вот, Кум Бабич, Кум Калиныч. Они могут подтвердить? Быть-то я был. Нечего и говорить, но я не видел, Кум, чтобы вас пан начальник до крови избивал. Ударил вас по уху, это правда, но чтобы вот так вас разукрасил, я этого сказать не могу. Я не могу. Микола Задорожный, я вас арестую. Давайте руки и не вздумайте сопротивляться. Меня? А за что? Вам лучше знать. вчера в Купенье вырезали всю семью Корчмаря. Ой, ой, горе мою. Ой, Микола. Господи, и вы думаете, что я... Ой. Я не знаю. Дай бог, чтобы нет. Ну, разве не все показывает против вас? Если вы не виновны, на суде правда откроется. Давайте руки и не вздумайте сопротивляться. Давайте. Микола, это неправда. Микола. Ну, делайте со мной, что хотите. Я не виноват. Это неправда. Так. Где сапоги, в которых вы вчера были? Они там. За Песькой лежат. Понятой. Подайте их сюда. Вот кровь на голенище. Там и на этом самом этаже. На крови. Вот. Да кровь-то с меня капала. Все объясните на суде. Все на суде. Где топор, с которым вы вчера были? Он за лавкой. Так. Понятой. Подайте его сюда. Вот. Кровь, пожалуйста, на топорище кровь. И на буфе тоже кровь. И на буфе, да. Понятой, положите его сюда. Так. Где полушубок, в котором вы вчера были? Нет, он за лавкой там лежит. Понятой, подайте его сюда. Вот. Кровь на рукаве. Пожалуйста, кровь. Понятой, положите его сюда. Утирался? Все на суде будете. Все объяснять будете на суде. Хозяйка, откройте сундук. Хозяйка, ключ дайте мне открыть сундук. Так. Ну, в сундуке ничего нет. Так. Пан староста, понятой и вы свидетель. Ведите его. Обыщите все закоулки, двор, чулан. А я здесь допрошу хозяйку. Идите. Ну, Микол, мы идем с нами. Господи, один ты знаешь, за что посылаешь мне такую кару. Будет воля твоя. Пойдемте. Микола, староста и крестьяне выходят. В хате остаются Анна и стражник. Анна, иди сюда. Иди сюда. Ближе. Ближе. Смотри мне в глаза. Прямо. Нет. Михаил, не мучай меня. Я не могу на тебя смотреть. Ты же страшный. Да глупый. Чего тебе-то бояться? Это для воров-разбойников я должен быть страшным. Это моя служба. А ты-то не бойся. Но он же ни в чем не виноват. Я клянусь тебе, он ни в чем не виноват. Кто? А, твой Микола. А может быть виноват? Нет. Нет. Он добрый. Он мухи не обидит. Не то, что человека убить. Мухи не обидит. А меня убил? Меня сделал несчастным? Не надо мне говорить о нем. Что мне до него? Какое мне до него дело? Я ему не враг. Но против него есть улики. Видишь? Улики. И я должен его арестовать. Понимаешь ты? Это моя служба. Должен. Если он не виновен, на суде правда откроется. Тогда что ж ты от меня хочешь? Я ведь с ним не была. Я ничего не знаю. Я знаю только одно, что он приехал весь в крови и сказал, что его староста избил. Это мне все равно скажешь об этом на суде. Я с тобой о другом хочу поговорить. О чем? Смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза. Вот так. Ведь ты же еще молода, свежа, красива. Скажи, любишь меня? Михаила, оставь меня. Нет, не оставлю. Скажи сейчас же. Любишь меня? Нет. Нет, нет. Не люблю. Ты страшный. Не люблю. Смотри мне в глаза. Слышишь? Смотри мне в глаза. Скажи теперь. Любишь меня? Михаила, друг мой, ну не мучь меня. Когда ты впиваешься в меня своими глазами, я сама не своя становлюсь. Я не понимаю уже, что я делаю. Пустяки, пустяки. Говори, любишь меня? Люблю. Скажи еще раз. Скажи еще раз. Люблю. Нет, громче. Я... Я люблю тебя. Я... очень тебя люблю. Помнишь? Помнишь, что сказал? Будешь моей? Нет, нет, нет. Устой прямо, не дрожи, не дрожи. Знай, что от меня не убежишь. Ого, я не такой дурак, чтобы тебя выпустить из рук. Если мне после стольких лет улыбнуло счастье, я теперь уже не выпущу его. Зубами вопьюсь в него, а не выпущу. Говори, будешь моей? Нет, не говори так. Мне же... Мне грех даже про это думать. Мне грех это слышать. Я же замужем. У меня же мучность. А не грех было дать мне слово, а потом выйти замуж за другого. Не грех было украсть мое счастье. Мое, милый, украдено. И мое сердце разбито. И меня запостыло в отдали, с которым даже страшно и стыдно появиться на людях за такого дурака. Боже мой, а ты еще хочешь меня доконать? Не надо. Ты зря глупости говоришь, если правду сказала, будь моей. Будь моей. Назло тем, кто нас разлучил. Наперекор тем, кто украл... Кто украл наше счастье. Мы наше счастье для себя украдем. Бог нас накажет. Не верь этому, не верь. Богу не нужны наши муки. А уж, коли так вышло, то поживем свободно и отведаем счастье. Счастье. Боже мой, сколько оно продлится. Это счастье. Счастье. Оно никогда не длится долго. Счастье день, час, минута. Минута. А потом? А потом что надо? Потом. Да зачем себе голову ломать? Что будет потом? До сих пор знали беду и муки. И потом тоже будет. Подумаешь, велика не видали. Разве тебе страшно? Нет. Не страшно. Хочешь быть? Хочешь быть счастливой? Господи. Хочу. Будешь моей? Буду. Помнишь, что сказал? Слово дала. Если теперь обманешь, горе тебе. Я страшно отомщу и тебе, и ему. Страшно отомщу. Я тебя не обману. Черт, они идут. Ну, очнись, очнись, очнись. Что ты как во сне говоришь? Плачь, ломай руки. Проси, чтоб я его освободил, чтоб они ни о чем не догадались. А когда уведут его в город, я к тебе наведаюсь. В хату возвращаются староста, Никола и крестьяне. Нашли что-нибудь подозрительное, пан староста? Да нет, ничего не нашли. Только в санях двух досок не хватает, а третья немного кровью измазана. А, это очень важно, очень важно. Доску из саней вынули? Я вынул. Вот она. Ага, хорошо. Так, пан староста, вы лошадей достаньте, потому что по снегу будет трудно арестованного в город гнать. Может быть, у него есть сообщники, еще нападут на нас в лесу и отобьют его у нас. Господи, что же со мной делается? За что мне такое тяжкое наказание? А, ну, достать-то сейчас лошадей трудно. У кого есть лошади, тот на заработки поехал. Кто дрова возить, кто пни корчевать. Вот взять разве лошадей у самого Миколы, да запрячь в его же сани. А, это можно, можно. А тут кто-нибудь с вами может поехать, будет лошадьми править и назад вернется. Да, очень хорошо. Тем более, что мне тоже придется вернуться назад, искать сообщников. Ну, Кумбович, запрягай. Анна, у тебя чистая душа. Молись, чтобы моя невинность открылась. У меня чистая душа. Чистая. Следи за хозяйством. У нас и так немного. На адвокатов не тратьте. Хорошо. Я все сделаю, как ты велишь. Хорошо. Ну, вот я так велю. Даст, даст Господь. Отец милосердный не оставит нас. Микола поднимается с лавки, идет к двери и вдруг оборачивается к Анне весь в слезах. Анна! Не надо, не надо. Аннушка моя, не забудь меня. Не надо, Микол, при чужих людях, не надо. Не забудь меня. Не надо. Господи, Господи, Боже мой. Вот тебе и ангелы Божьи пролетели над хатой. Господи, спаси меня. Спаси меня. Прошло несколько дней. У плетня на краю села стоит Настя. Она высматривает кумушек, выходящих из корчуны. Куда вы, кума? Надо домой. Успеете. У вас, слава богу, дети не плачут. Присядем-ка тут. Ишь, как солнышко пригревает. Люба посидеть. Еще только заговенье, а будто весна начинается. Давайте посидим, некуда нам торопиться. Сказали, музыка будет, так поглядим, как молодежь веселится. Так ты говоришь, кума, Настя, что с Миколой плохо? Боже мой, кума, говорят, повесят. Господи. Кто бы мог подумать, что он душегуб? Такой тихой, такой смирной. Кумушка, человек всегда человек. А нечистый пропадеон пропадом всегда лезет с искушением. Говорят, у кочмаря большие деньги забрали. Не слыхали? Нашли их. Да где там никаких следов. Микола молчит, как воды в рот набрал. Не хочет сообщников выдать. Вот дурень. Как будто ему поможет, что он в земле будет гнить, а те жить поживать. Да это закон у них такой, воровской. Один другого выдать не смей, хоть бы сам погибал. Каменные у них сердца. Ох, каменные. Господи. И такие люди на свет родятся. Родятся. Молоко матери сосут, по земле ходят, песни поют. Нет, Кума, песен они не поют. Никогда не поют. Разве ты слыхала когда-нибудь, чтоб Микола пел? И правда. Вот сколько я его знаю, никогда не слыхала, чтоб он песен-то пел. О, вот чудо. А жена его, вот бедняжка, такая молодая, красивая, из хорошей семьи. Про ее отца по всем селам слава шла. Первым богачом на весь уезд считался. Общественным полномоченным звался. А теперь, о, до чего дошла. Ох, Кумушка, не знаете вы, что это за женщина. А что? Последняя. 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 Что вы говорите? Что слышите? Мы ведь не близкие соседи. Я вроде не смотрю, а все вижу. Что делаешь? Что рассказываешь? Что рассказываешь? Противно рассказывать. Знаете, с кем спуталась? Со стражником. Со стражником, батюш. Что ее мужа засадил. Они давно с ним любились, когда еще в девках была. А братья ее насильно выдали замуж за Миколу. Мы знаем. Он два раза в неделю у ней ночует. Вечером приходит, на рассвете уходит. Как вроде сообщников выискивает. Сам моему мужу рассказывал. Еще бы. Ой, господи. На улице появляется празднично одетая Анна. Анна подходит к сидящему корчмы к омушкам. Слава Иисусу! Слава вовеки! Не было ли тут... Вы мужа своего высматриваете? Нет, его здесь не было. Мужа? Нет, я не мужа. А мы как раз его вспоминали. Говорят, он сильно заболел. Заболел, а что с ним? Его вешать собирается. Вешать? Ну что ж, это такая болезнь, что я ему помочь не могу. Коли провинился, так пусть поплатится за это. Один человек из Непитова сидел с ним в одной камере, а теперь вышел. Так он и рассказывал. Передавал, говорит, задорожно из вашего села. Попросите мою жену, пусть хоть раз меня проведает. И пусть принесет немного денег и чистую рубаху. И пусть адвоката наймет. Анна уходит. Глядите, глядите, пошла, пошла, пошла. Негодница. Зелье проклятое. Бессердечная. Сразу это было видно, когда забирали ее мужа. Хоть бы одну слезинку, хоть бы одно доброе словечко проронило, как подобает порядочной жене. Где там? Кого же она здесь искала-то? Его, своего стражника. Как? А разве он здесь? Нынче видела в церкви, значит, здесь. И мне сдается, я видела, как он пошел к старости. Она, наверное, ждала его в хате, не дождавшись, пошла искать поселуху. Ой, да что ж это делается, ведь это надо совсем стыд потерять. А вы думаете, у нее есть стыд? Вы думаете, у нее есть стыд? Вот посмотрите, она сегодня тут. С ним будет танцевать. Пфу! Провались она. Из корчмы веселой гульбой выбегают парни и девушки. Они встречают музыкантов. Музыканты идут! Музыканты! Старостан, тихо, 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 тихо. Ну, что такое? Что вы тут делаете? Кто вам разрешил? Пан начальник, нас позвали. Мы люди наемные. Не наше дело спрашивать разрешения. Нас позвали, сказали, что можно. А кто вас позвал? Парубки, тоже еще. Вон он, друг. Да, Олекса. Да, Степан. А вам что надо? Просим вас, пан начальник, чтобы вы позволили нам немного потанцевать. Сегодня заговенье, это в последний раз. Да, в последний раз. Просим вас, начальник. Разрешение. А вот ты чей? Василя Певперечного Олекса. А ты был сегодня в церкви? Был, пан начальник. А ты слышал, что батюшка наказывал? Слышал, пан начальник? А наказывал он вам ходить вот к корчме на музыку и танцы? Нет, не наказывал, пан начальник. Значит, вы так батюшку слушаете? Да кто ж его будет слушать, пан начальник? Наш батюшка, он же старенький. Разве он знает, что молодым-то нужно? Так вы уж и разрешите. От вас зависит, не от батюшки. Просим, пан начальник. Не разрешаю. Нельзя. А пивка? Что? Кружечку пивка. Ну, ладно. Только чтобы без всякого богохульства. И как только солнышко зайдет, так все сразу. Спасибо, солнышко. Эх, погуляем нынче. Пусть с горя смеется. А ну, музыканты, гряньте такую веселую, чтобы ноги сами пустились в пляс. К корчме подходят стражник и Анна. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава вовеки! Слава вовеки! При виде их музыканты перестают играть. А я только что слышал тут музыку, видел танцы. А что, разве нельзя? Нынче заговенье. Нам пан начальник позволил. Ну, ну, я ведь ничего не говорю. Танцуйте на здоровье. Эй, музыканты, играйте! Играйте! Послушаю, как вы тут в незванычах веселитесь. Может быть, и мне захочется с вами повертеться. Разрешите, хлопцы? Просим, просим, просим. Все начинают танцевать, но постепенно останавливаются и расступаются. Что это? А почему не танцуете? С нас хватит. Как? Больше не хотите? Нет. Устали. Хлопцы, это вы из-за меня? Может быть, и так. Как же вы смеете меня так позорить? А пан стражник может нас так позорить? Как? Танцевать с такой женщиной. С какой? Вы лучше знаете с какой. Мы с ней не танцуем. Но я с ней танцую. И вы не смеете меня позорить? Я цесарский слуга. Все мы здесь цесарские. А насильно танцевать вы нас не заставите? А может быть, заставлю? Эй, музыканты! Смотри. В полушубке, заросшей бородой, с узелком в руках, к корчме подходит Микола Задорожный, кланяется собравшимся. Слава Иисусу Христу! Господи! Господи! Пропала я. Микола. Микола. Что я вижу? Моя жена здесь. И вы, пан Стражник. Я, может, помешал вашему веселью? Здорово, Микола. Ну, как твои дела? Что, освободили тебя? Освободили. Пришли, говорят, Микол, ты свободен. Да. А ты знаешь, кого ты должен благодарить за это? Ну, откуда? Там разве в тюрьме-то скажут? Ну, так вот я тебе скажу. Меня должен благодарить за это. Потому что я ведь нашел настоящего убийцу. Ну, стоило это, правда, мне немалых трудов. Сам чуть голову не сложил. Да. Ты знаешь, вот с тех пор, как я тебя арестовал, все никак не мог успокоиться. Все мне казалось, что ты невиновен. И вот, как видишь, не успокоился, пока не нашел настоящего убийцу. Ну, спасибо тебе. Пусть Господь Бог наградит тебя. А за зло пусть простит. Ну, зло. Никому особенного зла я не делал. Может быть, мне кто больше сделал зла? Я же не припоминаю. И я нет. И я нет. Боже упаси. Да, а я вот твою жену сегодня едва из дома вытащил. Чтобы как-то проветрилось, да людям показалось. Спасибо тебе. Я слышал в тюрьме, как ты о ней заботишься. Спасибо. Анна, а почему ты не здороваешься? Ну, что ж при людях-то? Будет еще время. Здороваемся. И правда. Ну, что при людях. Пойдем домой? Микол, что тебе? Подожди, Микол, как же так? Подожди, а что же ты меня не зовешь с собой? Сегодня же праздник. Надо его как-то вспрыснуть. Я как-то об этом не подумал. Ну, а когда ты на своем веку о чем-нибудь сам думал? Если сам не можешь угостить, я тебя угощу. Эй, корчмар! Бутылку горилки, вишневки и еще что-нибудь хорошего. Сложи все в корзину и к Миколе. Да побыстрее, я плачу наличными. Ну, люди добрые, будьте здоровы. Чтоб тебе голову сломить. Продолжение следует... Прошло несколько дней. Хата Миколы Задорожного. Анна одна. Она мотает пряжу и считает нитку. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Уже седьмой день его нет. Может быть, сегодня придет. И боюсь его. И жить без него не могу. Ай, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. А какой страшный. Какой грозная сила в нем какая. Кажется, захотел бы, раздавил бы и меня, и этого, слюнтяя. Одним взглядом сразил бы. Чем страшнее, чем злее он говорит со мной, тем, кажется, я больше его люблю. Вся дрожу, так и кажется, что растворяюсь в нем. Делаю с частицей его самого. И нет тогда у меня ни своей воли, ни своей мысли, ни силы, не удержу, ничего. Все мне тогда безразлично. И все готово отдать ему. Выброситься в грязь, если он только этого захочет. Захочет двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать пять. И не отдала ли я ему все, все, что может отдать женщина любимому человеку. В свою честь, в свое доброе имя. Я клятву для него нарушила. Сама себя на посмешище перед всеми выставила. Ну и что ж, ну и что ж, мне все равно. Мне все равно, потому что он для меня все. И свет, и люди, и честь, и клятва. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В хату входит стражник. Здравствуй, Анна. Ты одна? Ой, это ты. Это ты. Господи, где же ты был так долго? Почему давно не приходил? А муж где? Он молотит ногу мне. И что же он? О чем ты? Ну, не попрекает тебя, не бьет, не ругает. Он? Не словечко. Он даже не спрашивает, почему я не приходила к нему в тюрьму. Возится в хате, хлопочет по хозяйству, как раньше. Ну, а ты сама не начинала с ним разговор? Ну, о чем мне с ним говорить? Боже мой, противил он мне. Лучше бы гнил в тюрьме. Как ты думаешь, он догадывается, что случилось между нами? Кто его знает? Мне он ни слова не говорил. А может быть, соседи ему наговорили? Может быть. Может быть. Что мне до этого? Я... Ой, а я теперь спокойна. Ничего не боюсь. Ни о чем не думаю. Никого не хочу знать. Только тебя. Одного тебя. Михаил, можно мне тебя обнять и поцеловать? Боже мой, если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду замужней так целовать другого мужчину, я бы сгорела со стыда. А теперь у меня нет ни тревоги, ни стыда. Милый мой, иди сюда, Михаил. В хату входит Микола. Увидев, что Анна и Стражник целуются, отшатывается и закрывает дверь. Это был он. Ну, пускай. Я не боюсь я его. Ну, я тоже не из пугливых, но сейчас мне не хочется с ним разговаривать. Я ведь только на минутку забежал. Надо еще пойти к старости и передать письмо. Какое? Какое письмо? Да, а потом приду посидеть. Прощай. Приходи же, слышишь? Я же буду тебя ждать. Я буду тебя ждать. Приходи, Михаил, слышишь? Да, приду. Прощай. Да. Он видел нас. Ну и что же, если он не ослеп, то должен был видеть? Не сейчас так, рано или поздно. Все равно увидел бы. Я прятаться от него не думаю. Пусть сделает со мной. Что хочет. В хату входит Микола. Анна. А этот стражник, он что, ушел? Ушел. Ушел. А что ты хотел с ним? Поговорить? Да нет, о чем с ним говорить. У меня вот ремешок у цепа оборвался. У тебя веревочки никакой нет? Нет у меня веревочки. Нет. Возьми пряжу. Спреди. Видно, так и придется сделать. Да? Видно, так и придется. Анна. Чего тебе? Анна. Вот этот Михаила Гурмана. Что тебе от него нужно? Ну, ты девушка и любила его. И теперь любишь. Ну? Ну и что из того? Ничего. Ничего. Я разве что говорю. Ну что ты плачешь? Ну что ты мне все сердце разрываешь? А потому что мое разрывается. Анна, ты меня совсем-совсем не любишь. Нет. И никогда раньше не любила? Нет. И не можешь себя заставить жить со мной по-старому? Нет. Нет. Все пропало. Господи. Ну, видно на то воля Божья. Я думал, нет ничего хуже неволи. Когда пришли ко мне, говорят, Микола, ты свободен. Видим твою невиновность. Я у Бога крыльев просил, чтобы домой прилететь. А тут такое увидал. Господи, за что такое наказание? Ну, перестань плакать. Ну, не плачь. Нет моей вины перед тобой. Понимаешь, нету. Меня насильно за тебя отдали. Насильно. Ты понимаешь? Пока могла терпеть, я терпела, хотя любила другого. Я была тебе верна, хотя любила другого. А сейчас нет моих больше сил. Понимаешь, нету. Нет сил терпеть. А что будем делать? Что хочешь? Хочешь, выгони меня. Хочешь, дома оставь. Мне совершенно все равно. Хочешь, убей меня. Анна, я тебя понимаю. Я тебя люблю. И мне жалко тебя, как самого себя. Ну, твоим палачом я быть не могу. Ну, сделать так, чтобы над нами не смеялись. Как я могу это сделать? Ну, что я могу сделать, если им смешно? Ну, ты не появляешься с ним на ледях. Как это? Это не от меня зависит. Ну, как ты не понимаешь, что он для меня господин, он для меня все. Пусть и что он скажет, то я и сделаю. Он мне скажет смерть, значит смерть. Он мне скажет позор, значит позор, потому что мне с ним ничего не страшно. Мне с ним не стыдно, а мне с ним так. Ну, а ты делай все, что ты хочешь. Господи. Она говорит, как в бреду. Это он ее околдовал. Он обоил каким-то зельем, чтобы посмеяться надо мной. В хату входит стражник. Слава Иисусу Христу. Второго Михайловна. Да не надо. Ты бы поговорил со мной хоть раз, как со старым знакомым. Ну, лучше бы не встречаться вовсе. Почему? Чего ты надулся-то? Будто и отца твоего зарезал. Ты бы не хуже сделал. Ну, ладно. Не мели глупости. Садись-ка вот сюда. Да, вот сюда. Сейчас мы у этой вот гадалки спросим, как нам жить. Анна, Аннушка, найди нам какой-нибудь наперсочек. Я не пью. Ну, ладно. Как это ты не пьешь? На прошлой неделе пил, а сейчас не пьешь. Ладно. Знаешь, не мели глупостей. Ну, давай. Видишь? Ой, я один пью. Это непорядок, непорядок. Давай. Давай, выпей и не горюй. Пусть, знаешь, лошадь горюет, у нее голова большая. Давай. Видно, от тебя не отвяжется. Ну, чтоб ты сдох, Михаил. Так ты думаешь, что мне положено сдохнуть? Ну, я думаю, так лучше будет и для тебя, и для меня, да и для нее тоже. О, Господи, а мы забыли про хозяйку. Аннушка, ну-ка выпей за здоровье своего мужа. За твое здоровье, Михаила. Вот видишь, твоя жена мне совсем другого желает. Ну, давай теперь выпьем за ее здоровье. Вот, давай. Крепкая наливка у тебя. С двух рюмок как-то сразу так в голову ударила. Ну, это от того, что у тебя голова слабая, дружок. А крепкую голову, знаешь, и десять рюмок не возьмут. Слабая голова, говоришь? Да, она и без твоей наливки у меня слабая. Знаешь, что я тебе скажу, Михаил, так по старой памяти, по старой дружбе. Ну, что? Не ходил бы ты к нам. А почему? Надоел я тебе, что ли? Ну, надоел, не надоел, ну, было бы лучше, если бы ты не ходил к нам. Не могу, дружок, понимаешь ты, не могу. Служба у меня такая, что дорога к ней прямиком через вашу хату лежит. Да и к тому же здесь еще одно дело примешано. Какое? Сейчас скажу, сейчас скажу. хоть это и служебная тайна, но я тебе скажу. Тебя ведь как будто выпустили из тюрьмы. Как будто? Почему как будто? Ну, 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 успокойся, успокойся. Что ты так все принимаешь близко к сердцу? Как будто чувствуешь за собой вину. Ведь ты же, ты же знаешь, что ты невиновен, правда? Твоя совесть подсказывает тебе, что ты не виноват. Ну, клянусь Богом, я не виноват. Вот минутку, минутку. Вот только не надо, знаешь, такими словами бросаться. Особенно перед стражником. Ведь мы, стражники, как думаем? Если на кого-то падает подозрение, а он сразу начинает Бога в свидетели звать, значит, что-то у него не так, значит, совесть у него не совсем чиста. Правда? Ты думаешь, что я... Да ладно, ребенок ты, Михаил, вот что я думаю. Тебя любым пустяком напугать можно. Знаешь, не так страшен черт, как его молюют. Что тебе кажется страшным, на самом деле не так страшно, оказывается. Ко всему человек-подлец привыкает. Я не понимаю, ты что говоришь-то? Сейчас все поймешь, все поймешь. Давай, выпьем и... Сейчас все поймешь. Давай, давай, давай. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Успокойся. Не волнуйся. Не поднимай никакого шума. Живи тихо, мирно, как Бог велел. И не обращай внимания на то, что вокруг тебя делается. не обращай внимания. А как можно? Да, почему же нет? Ну, почему нет? Ведь, ты знаешь, тысячи людей живут на свете так, как ты. И даже не задумываются, откуда это пошло, с чего началось. Ну, где человеку ума взять, чтобы во всем вот в этом разобраться? Надо жить вот как можешь. и с разбитым сердцем. Да, я не знаю, какие глупости сердце? У кого оно цело? И людям на посмешище? Да плюй ты на людей, плюй на людей, если ты над ними будешь смеяться, они над тобой уже не будут, еще сами к тебе придут. Да, хороший совет, хороший совет, только вот не для моей головы, не выдержит моя голова. Выдержит, выдержит, я помогу тебе. Я голову сверну всякому, кто только посмеет над тобой смеяться. Много будет свернутых голов. Это не вам это мое дело, тебя это не должно касаться. А теперь знаешь что, ты что-то раскис, размяк, тебя косну уклонят, правда? Ну, знаешь что, ступай на гумно и усни там. А ты? Обо мне не беспокойся, я тоже немножко отдохну и пойду домой. Михайло, может, ты пойдешь на гумно, там поспишь. Знаешь что, не ломай комедию, вот тебе полушубок, на, держи, держи, давай, иди, 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 иди. Микола медленно выходит из хаты. Прошло еще несколько дней. Хата Миколы Задорожного. За столом сидят гости, соседи и кумовья Миколы. В центре стола с чаркой в руках сам подвыпивший хозяин. Ну, кумовья дорога. Дай Бог всего хорошего. Не говори так. С меня довольны того, что я от него получил. Нет, куманек, не гневите Бога. Все в руках Божьих. Бывает, человек думает, что на него Бог знает, какая беда напала, а через день другой глянет. Все на пользу ему обернулось. О, ваше здоровье, сосед. Дай Бог и вам. Не говорите так. Не говорите так. Я уже на собственной шкуре испытал, какая польза исходит. Нет, кумовья, мои дорогие, хотят и верить, и хотят и нет. Но мне кажется, что Бог из нас для себя потеху делает. Побойте с Богом, что же вы говорите-то? Это же богохульство. Единственное, что меня держит в этой жизни, это горилка. Я знала, что дело так обернется. Клянусь Богом, у этой женщины нет ни стыда, ни сердца. Так оно и есть. А мой старик сказал, что на сходе будет говорить, чтоб ее при всем народе розгами высекли. Да и стоило бы. Вот и нынче в церкви такого еще свет не видывал. С посторонним мужчиной пришла прямо в церковь, как встала. Вы думаете, к святому алтарю лицом повернулась? Где там? К нему окаянной молитвы шепчет. Бабы, что стояли рядом, как от заразы. Она будто не замечает. Так всю службу и простояла. Да не всю. Как только запели достойно, стражник из церкви моргнул, а она за ним. Куда ж они подались-то? Наверное, в корчму, там запершись вдвоем. И пьян, что их. Ну, Хум, Микола, так что, вы говорите, что жена вас голодом морит? Кто, я? А когда я это говорил? Кому? Где? Ну, я так слышал. Я слышал, по всему селу слухи ходят. Да вранье эти слухи. Все врут, кто их распускает. Кому какое дело, до меня и до моей жены? Верно, что нам до этого дела нет, но кое у кого есть к ней дела. А кого касается, что мы едим, что варим, сыты мы или голодны? Да вы не сердитесь, кум, что я вас спросил. Я ведь не по злобе. Ну, видите ли, кое-кто хотел на сходе... А то сми... Как сми... сход касаться моей жены не имеет права на это. Ладно, если вы хотите себя обманывать, ладно, только, видите ли, люди так рассказывают, что она очень плохой пример подает. На глазах у всех, простите, с этим гурманом путается. сми... люди... не мучьте меня, не режьте меня без ножа, не расстреляйте мне сердце, мне и так тяжко, а вы добавляете... Ой, куманек, да разве мы не знаем, что вам тяжко. Тяжко-то. Так тяжко. Говорят, что она по целым дням с вами не разговаривает. Ну, о чем говорит? Она молчит, я молчу. Так целый день проходит, она все в окно смотрит, не идет ли он. А мне хоть бы слово сказать? Бедный ты, куманек, бедный. Бедный, бедный, как мылинка в поле. Разве я не знаю, что ты часто с голода умираешь? Она все, что сварит, для своего басурмана беззвит. Кум, я ведь близкая соседка, все знаю, все вижу. честь разрывается. Ох, как разрывается. Ну, ну, жена, не пора ли нам домой? Нет, люди добрые, нет, не торопитесь, не расходитесь. Я рад, что человеческие голоса слышу. Вы угощайтесь, расскажите что-нибудь веселое, что такое. Пустая бутылка. Я сейчас принесу, у меня там в Холливуд целый бочок спят. Я лошадей продал. Я лошадей продал, а деньги спрятал. Кончится, я что-нибудь еще продам. Да. Ой, Кум, Кум, плохо ты делаешь, вбил ты себе в голову глупости, из-за какой-то негодницы кровное добро свое растрачиваешь. а зачем она мне? Разве будет у меня жизнь? А, вся пропала. Хозяина мне уже не быть, так пусть все идет прахом. Я и землю продам, и хату продам. А пускай, пропадай. Ну, ладно, ладно, ну, продашь. Ну, а потом что будет? Когда потом? Как потом? У меня теперь же потом. Уже теперь все кончилось. Дальше уже ничего не будет. Поговорись она совсем. Микола пошатываясь, выходит из хаты. Совсем человек из калечия. Совсем спотталый кузбей. Немного у бедняги ума было и тот потерял. Пурина, что хотите, она его каким-то зельем опоила. А больше всего хозяйства жалко. Тяжко работал человек. Весь век трудился. Глаза на лоб вылезали, мучился, страдал. Ох ты, Господи, сколько же страдал. Вот, наконец, дорвался до куска хлеба. Казалось бы, жить, да Бога хвалить, да детками обзавестись. А тут матерь, ведь как пожар налетел, как гром среди ясного неба. Верно, кум, говорите, верно, детками обзавестись. Вся беда в том, что детей у них нет. Если бы у нее были дети, она на такое бы не пошла. Да я скажу слово из-за нее. А я этому не верю. Коли баба такой родится, так ее и цепью к дому не прикуешь и детей бросит. Не то, кум говоришь, не то. Не то. Нет, дети большое дело. Дети половина матери. Одна половина может быть и рада пойти там позволить тебе что-нибудь, а другая не пускает, кричит. А мы, мама, а с нами что будет? И не пустит ту половину. в хату возвращается Никола. Вот она, вот она наша радость-то, вот единственная утеха, полнехонькая, всем хвалит. Ну, мои честные, дай бог нам здоровья. вам здоровья. О, кум, кум. Никола, э, кум. Чего? Я б тебе, кум, что-то сказал. Ну, боюсь, что ты на меня так бы не рассердился. Ну, скажи, куманик, скажи, ты же мне самый близкий, сосед, советчик. Говори. Ты, кум, не вовиду тебе сказано слишком мягок, слишком податлив. Вот податлив, да. Очень ты мягок. Податлив. Они вот видят, что ты такой, и тебе на голову-то и садятся, Микол. Как садятся-то? Мозги трещат. Замолчи, замолчи, кум. Фу ты, не плачь ты, не будь ребенком. Не будь ребенком, ну, а как? Ты бы ее крепче в руках-то, жену, держал бы. Поругал бы ее, погрозил. А то стукнул бы раз в другой. Конечно. Знаешь, баба-то, она как лошадь кнут любит, а без него она никуда не годится. Не годится. Вот не годится. Ну, и этого Гурмана тоже поставь на место. Что он тебя в плен взял, что ли? Покажи ему, что ты в хате хозяин. Запрети ему приходить к тебе и все. Да я я просил его, он смеется. Вот. Просил. Да ты побойся, бог, кум. Кто же об этом просит? Ясно, что он не послушает просьбы. А ты к нему со строгостью. Боюсь его, он страшный, как палат. Ну, от кум, ты ведь не ребенок. Чего тебе бояться? Правильно. А что он мне сделать-то может? Ну, пригрози ему, что в суд подашь жалобу, что он тебя с женой разлучает. Правильно. Над ним же тоже есть начальство. А как же? Еще какое? Подам жалобу. Вот. Что на все село стыд, что он всех людей позорит. Правильно. Это тяжкое наказание может быть. А ты как думал? Его сейчас же отсюда переведут. А ты уж потом с женой наладишь как-нибудь? Лишь бы его черти унесли подальше. Конечно, я с ней-то справлюсь. Вы ведь, знаете, она мягкая, добрая, податливая, ну, как воск. Ты его в хату не пускай, запри дверь перед носом и цепом по голове съездить. Цепом. Я бы на твоем месте так и сделала. Цепом. Правильно. Дам раз по башке цепом и мундир в клочья и пусть жалуются на меня. Там уж найду, как защищаться, там найду. Ну, а нас, кум, в свидетели поставь. Мы все пойдем. Мы покажем, как они с тобой обращаются. Покажем. Покажем, а тебе ничего не будет. И мы бойдем. И все. Ой, занадився, ой, занадився, журавель. Журавель, вельвель, журавель, вельвель, журавель. Ой, а я тому, ой, а я тому журавлю. Журавлю, люблю, журавлю, люблю, журавлю. Тичку в ноги, тичку в ноги перебью. Перебью, открывается дверь в хату входят анна и стражник слава иисусу христу слава иисусу что это здесь пьянка какая гулянка или поминки 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 справляю по ком по себе по своего покою по своей чести по своей жизни ну знаешь что я смотрю уже немножечко того язык заплетается это ты заплел мою жизнь так что а я не плетал ладно ладно не мелика глупости лучше давай угощай гостя ты меня уже угостил не такого угощения ты заслуживаешь вот тебе мое угощение вот тебе я успокоился успокоился и больше ничего не сделаю но но и плевать на себя не дам не бойтесь гости дорогие это ему не повредит только искры из глаз посыпались это пустяки скорее протрезвиться эх микола я так хотел поговорить с тобой по хорошему вот как ты мне платишь за мое добро да не за добро микола за добро только бог заплатит а я за зло твое за то что плюешь на цесарский мундир а я не на цесарский мундир плевал я плевал на того негодяя который позволит рот человеческий ты его знаешь хорошо михаил гурман знаете что паны свидетели я хочу здесь с миколой поговорить по-хорошему так вот вы здесь не нужны не уберетесь ли вы к чертовой матери гости миколы поспешно уходят в хате остаются микола анна и стражник вот так вот ты зачем моих гостей выгнал ты их приглашал твою горилку пили молчи дурень слушай что я тебе скажу садись вот тут что что ты себе думаешь а что что зачем ты себя разоряешь лошадей продал хозяйство забросил и водишься только с этими пьяницами и добро свое проматываешь хорошо это не хуже чем чужую жену в грех водить никола никола не стоило бы тебе и вспоминать об этом вот как не стоило а что мне вспоминать для кого жить на кого работать да хотя бы на себя самого не беспокойся я себе забочусь продаю раздаю меняю то что мне нужно я отдаю а то что мне нужно а нужно мне вот что стыдись микол стыдись а ты стыдишься а вот это не годится стыдиться у вас стыд есть да какое тебе дело до нас почему ты так со мной разговариваешь какое-то право имеешь со мной так разговаривать ладно ладно не петушись я тебе скажу какое я имею право ты знаешь каким каким я был когда-то еще в нашем селе ну каким забей ка парень сорви голова нет врешь дружок я был честным парубком может быть я был немножечко горяч вспыльчив но я был честным я неправды не переносил это было моим самым страшным несчастьем я тебе скажу сейчас что еще увеличила мое несчастье я полюбил вот эту бедняжку анну сироту забитую извергами братьями эта любовь была была моим единственным бесценным сокровищем а ты микола ты с этими извергами братьями украл у меня вот это счастье я украл господи что со мной делается меня унизили втоптали в грязь лишили честь я еще вор ладно не хватайся за голову твоя совесть подсказывает тебе что я прав нет врешь она мне была благодарна вот видишь ее благодарность видишь ты ее колдована поил каким-то зельем у тебя было три года 3 околдовывать ее почему ты этого не сделал потому что ты тряпка не мужик вот почему кто тряпка уж конечно не я я тебе сейчас покажу какая тряпка вон из моей хаты и не подумаю иди проспись он подвыпил мишку не доводи меня до ярости ты не доходи до ярости не доходи знаешь что я в самом деле за ночую у тебя а завтра вместе пойдем в город вместе в город да зачем ты знаешь что это за бумага пусть черт ее знает напрасно микро напрасно тут кое-что и о тебе написано ну а что это про меня написано это приказ из суда доставить тебя я должен был сегодня это вручить старости в общем на тебя снова кто-то наклепал в суде прочти снова копаешь под меня совсем загубить хочешь иуда вот что что наделал ты что наделал ты знаешь что тебе будет за это мне да ничего тебе будет нет милый мой тебе они мне тебе не надо убирайся про ческаты микола убирайся чтобы я не видела сама убирайся да отпусти его анна ты же видишь я его не боюсь совершенно брось топор дурень с этим не не шути вот тебе моя шутка коротко размахнувшись микола бьет стражника топором в грудь стражник медленно оседает на лавку господи что с тобой пихайла этот это так это это ничего это мне ничего не надо ничего анна ничего это было только шутка немного поболит и перестанет его микола микола почему ты дрожишь дай мне руку дай руку может правда ничего дай руку спасибо тебе спасибо тебе микола ты оказал мне услугу я не сержусь на тебя не сержусь я я сам давно хотел это сделать но как-то рука не подымалась михайл 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 скажи тебе где рано скажи мне нет мне 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 теперь совсем хорошо даже лекарства не надо а а вот и и свидетель и ну слава богу слава богу В хату входят соседи Миколы Задорожного. Эй, что тут такое? Беда, беда! Стражника убили! Неужели мертвый? Микола, Анна, что это? Говорите, чего стоите, как истуканы? Паны свидетели, оставьте их в покое. Они не виноваты. Я... я сам. Что с тобой случилось? Почему на себя руки наложил? Так нужно было. Это мое дело. Анна, Анна, Микола, прощайте и простите. Простите. Господи, Михаил, сердце мое, на кого же ты меня оставляешь? Зачем мне теперь жить? Анна, почему ты так говоришь? Разве тебе не для кого жить? Зачем мне теперь жить? Зачем мне теперь жить? Зачем мне теперь жить? Субтитры подогнал «Симон»